Парное позирование Я не могу его привести на съемку Я ему объясняла, что это очень важно Совместные фотографии Поймите одно Не существует мужчин, которые считают Что фотографии это важно Только фотограф, наверное Поэтому, когда вы приходите ко мне на съемку С мужчиной, которому вы объяснили Что это очень важно, нам нужны семейные кадры Нам хотя бы нужно несколько снимков совместных Чтобы отдать их там мамам, бабушкам, дедушкам Мужчины приходят Садятся и говорят Так, ну сколько это, 5 минут? Сейчас мы делаем общие кадры, потом я уезжаю И вы дальше продолжаете сами Но вы же хотите не этого Я расскажу два способа, которыми большинство мужчин Можно уговорить прийти на съемку Первый способ Он вас любит, это ваши мужчины Если вы ему честно скажете Дорогой, я хочу совместные фотографии Для меня это такой приятный процесс Это будет для меня такой подарок Пожалуйста, сделай мне приятное Если все это будет на позитиве И дальше я вам расскажу, как не утомить мужчину на съемке Тогда все произойдет хорошо Второй способ, который можно прекрасно совмещать вместе с первым Это воздействует на то, что ты у меня такой красивый Я так хочу, чтобы вот все посмотрели Какой ты у меня красивый Так хочу совместные фотографии Ты у меня такой классный И когда вы совместите два этих способа Мужчина уже с удовольствием идет И он уже понимает, что он добровольно согласился на этот процесс И он понимает, что вы будете счастливы в процессе съемки И он уже идет не ради совместной фотографии А чтобы вам сделать приятный Это разумность И так вы все-таки уломали мужчину на съемку Вы пришли к фотографу И вот здесь учитывайте маленький момент Фотограф девушка или мужчина это совершенно не важно Мужчине в любом случае тяжело будет в кадре Потому что он мужик И с какого перебыва он должен кривляться И еще и перед кем-то Если перед мужиком, то как это он перед мужиком кривляется Если перед девушкой, то как это он перед девушкой кривляется Поэтому девушке вся дальше тяжесть на ваших ключах То как вы себя поведете в кадре и на этой съемке И будет влиять на ваш конечный результат Познакомьтесь, это мой мужчина Валерий Для чистоты эксперимента я ему не рассказывала ни о плане съемки, ни о чем Поэтому он сегодня будет ровно так же себя чувствовать Как ваш мужчина в день съемки Одежда Это достаточно важно Я советую вам заходить на сайт Pinterest Набирать там примерно разные словосочетания Сейчас вы их увидите на экране И по этим словосочетаниям в поиске Вы потом увидите разные варианты одежды Которые возможны для съемки И вы примерно будете понимать уже, что будет происходить Тут же на Pinterest По этим же ссылкам вы можете для себя примерно подобрать фото-позы Которые потом будете использовать после съемки Это тоже достаточно удобно Здесь я хочу отметить, что и фотограф должен Забываться о позах И если вы захотите И им пара должна это тоже сделать Потому что когда поза закончится в паре Фотограф может шлиться в день наоборот По мужской одежде все достаточно просто Если вы не знаете, во что его одеть Или у вас достаточно бестрая платья Какого-нибудь плотнятина с его костюмом То нужно одеть просто классические синие В шестьдесят фигелые Это беспроигрышный вариант Которые подойдет в большинстве вещей Если у вас более классическая одежда Женская одежда платья 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 И так и самопозирование Что больше всего у меня удивляет Которые будут переданы судьба Которые год, два, три, пять лет вместе И они ведут себя в кадре как чужие люди Потому что оба меня стесняются Соответственно дают одинаковую реакцию Очень важно помнить на съемке Это ваш мужчина Вы с ним делаете, что хотите И то, как вы будете себя вести в кадре Зависит то, как он будет вести себя Мы начинаем с повседневного образа Мы оставляем вечернюю одежду на потом Потому что сначала нам нужно привыкнуть Это сделать в повседневной одежде проще Чтобы потом в вечерней одежде Не было таких примитивных постных лиц И так мы начнем со стоячих поз Стоячие позы, особенно парные Должны быть в действии в каком-то Если они совсем без действия То они будут смотреться слишком картонно Слишком постановочно На самом деле мало кому нравится Свои исключительно постановочные фотографии Что для этого нужно? Делать какое-то действие в кадре И опять же это все на совести девушки И так я вам хочу сказать Что у меня Валера безостановочно ржет Потому что я сама не знаю, что с ним делать На видео Но как бы он не ржал Сегодня у нас практический урок Поэтому я буду говорить прямо У нас есть тело, которое будет двигаться Совершенно хаотично Если вы не продадите этому тему Никаких действий Поэтому все, что вы сейчас видите Вы должны к этому относиться Как пластилин, образно говоря Он не будет знать, куда девать его руки Он не будет знать, куда посмотреть Поэтому все, что вы делаете Вы должны делать с оглядкой на эти моменты Я вам хочу сказать, что этот процесс достаточно легкий Потому что мужчины начинают радо смеяться И это спасает положение Все фотографии будут очень позитивными И как будто вы просто счастливы в процессе съемки Когда у вас закончились позы, которые были стоячие То есть вы поняли, что вы исчерпали себя в конкретном стоячем позе Вы берете какие-то предметы, которые вам помогут Вы уже видели, я использовала шарфель Он у меня и дополняет мой образ Чтобы нас как-то вместе с полосить Но также его прекрасно можно использовать Для всего позирования, которое только может быть То есть мы при помощи шарфика делали очень много смешных вещей Которые как-то повеселяют процесс съемки, так сказать И разнообразно Следующие предметы У нас они конкретно будут яблочки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень важно в начале съемки уточнить у пары возможные листья, чтобы мужчина брал девушку на руку Потому что лучше расстояние со стороны и прочие обстоятельства И это важно значить в начале съемки, чтобы разнообразить, опять же, свистники ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я еще раз повторяю, вы любите этого человека Это ваш мужчина Покажите это фотографу, чтобы эти кадры остались на всю жизнь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сидячие позы Сидячие позы, как на мой вкус, немного легче Потому что здесь уже надо работать не всеми поясами тела, а только верхними И это немного легче Но, опять же, для того, чтобы в сидячих позах иметь какой-то процесс А не просто позировать, как дурачки в камеру Нужно что-то, что вы будете якобы делать То есть у меня это будет якобы чаепитие И это будет разнообразить наш кадр Здесь принцип тот же Вы просто все время совершаете какие-то движения со своим мужчиной Вот и все То есть как все предыдущие видео по позированию женскому Это все то же самое Только когда мы позировали сами Мы совершали разные действия руками и ногами с воздухом А теперь мы делаем это со своей половиной Итак, вы отобрали себе несколько поз, которые вы будете совершать в сидячем положении И опять же, как и для всех предыдущих видео Мы выбираем нашу позу То есть, допустим, мы сели вот следующим образом И уже в этой уже как бы статичной позе мы начинаем двигаться Опять же, как вы уже поняли, своим мужчиной можно управлять посредством наших собственных рук Если вы хотите, чтобы он поменял движение головы То проще это сделать самим аккуратненько Чем ему начать объяснить, что ему нужно сделать Это будет намного проще и в каких-то моментах веселее Потому что когда вы что-то будете делать, он будет смеяться Когда вы закончили позирование в предыдущей позе, мы переходим на следующую позу И уже в этой позе продолжаем наше позирование Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А главное, не бойтесь совершать какие-то вещи Фотографу иногда будет тяжеловато вас попросить Ляжьте на пол Возьмите и ляжьте Вы не испачкаетесь в фотостудии или где-то там Вы сможете все это в дом постирать Но зато те кадры, которые у вас потом останутся Вы запомните реально на всю жизнь И будете веселиться, вспоминая эту съемку, когда был весел и забавно И когда у вас поза закончилась окончательно Вы можете использовать сподручные средства А именно какие-нибудь пледики То есть вы можете укрываться Вы можете с ним играться И это будут еще более разнообразные фотографии И вечерний образ Очень важно девушке здесь помнить Что если вы берете на съемку С собой мужчину То вы не должны переживать за помагу За то, что он у вас вдруг там-там Созрет где-то макияж Важнее всего здесь эмоции И то, как это будет выглядеть в кадре Чтобы вашему мужчине было комфортно Если вы не хотите создавать ему комфорт И для вас это принципиально Что он ради съемки не может один раз попозировать И не прокатит То есть поверьте, на любви мы здесь на одной не прокатите Вы должны создать ему комфорт Съемка не должна длиться более часа Если она длится более часа Мужчина уже устанет Игра эта для него перестанет быть игрой Ему уже станет скучно Между образами желательно его накормить Пойти по Чтобы он немного расслабился Чтобы он это воспринимал как игру И тогда он в дальнейшем тоже захочет с вами Пойти на следующую съемку И так мужчина уже разыгрался ко второму образу И для него уже это будет проще Он привык к фотографу Для него уже весь процесс не кажется таким уж смурным Поэтому в вечернем образе У вас уже получатся более не статичные фотографии Зовем мужчину Алерочка Очень важно помнить, что мужчину нельзя сильно мучить Поэтому мой совет Если мужчина реальности достаточно сильно сопротивляется Не переодевайте его целиком Что-то просто в нем поменяйте Добавьте к джинсам, которые были в первом образе Какой-то измененный верх И этого будет уже достаточно На самом деле главное в фотосъемке эмоции И то как выглядит девочка На самом деле достаточно для съемки Все остальное уже будет в ваших счастливых глазах Улыбкается Здесь ничего нового Мы продолжаем все то же самое На самом деле я считаю, что чем вечернее образ Тем забавнее, если фотографии будут достаточно смешными Тем интереснее смотрят фотографии Напоследок я хочу сказать одно Главное помните, для чего вы приходите на парные фотосъемки Вы приходите, чтобы сделать фотографии Со своим любимым человеком Показать то, как вы друг друга любите Запечатлеть эти эмоции Так и сделайте это на съемке Любить друг друга Любить друг друга Так и сделайте это на съемке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok